МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Ульяновск и весь 73-й регион. Здравствуйте те, кто уже проснулся и сейчас готовится к последнему рабочему дню первой летней недели. И те, кто сейчас удивленно смотрит на календарь, задаются вопросом, а когда весна успела закончиться? Да-да-да, кто-то, может быть, и не заметил, но лето постепенно начинает отвоемывать свое. И сегодня мы обязательно расскажем о том, как сделать это время года интересным, насыщенным и удивителем, несмотря на то, что весну-то мы провели в режиме самоизоляции. И начнем, пожалуй, с чего-нибудь доброго и позитивного. Например, день резиновых уточек в ванной сегодня. Слушай, какой хороший день, но еще ты не угадал немножко с позитивом. Почему не угадал? Потому что этот праздник отметить смогут не все, ведь он подразумевает, что вот мы наберем в ванну, наверное, ляжем в нее, сядем, ну кто как, надуем этих уточек или просто вот отправим, они все же смогут сесть в ванну свою, позволить себе вот такое вот роскошество. Особенно те, кто живет на правом берегу. Ну, просто дома у меня газовая колонка, поэтому о горячей воде, которая сейчас у нас в процессе отключения, я привык не задумываться. Тебе повезло. Так что объекты, которые получают горячую воду от западного и восточного вывода ТЭЦ-1, а это Засвияшский, Ленинский район, еще и четвертый микрорайон и Опытное поле, до 8 июня останутся без этого праздника. Поэтому я знаю, куда, видимо, отправлюсь. А в нашей студии всегда праздник, потому что настроение поддерживать нам помогает партнер программы «Салон, цветы и штучки». В студии этим утром для вас работают Екатерина Терещенко и Владимир Гаврилов. Поехали! «Утро с репортером» возвращается в эфир. Полезные рубрики, интересные факты, динамика тем, оптимизм гостей и ведущих делают студию яркой, а ваше утро бодрым. Хорошее настроение – это «Репортер 73» с 29 ноября. Ульяновское утро еще и в эфире ОТР. Екатерина, серьезный вопрос к тебе. Бывает ли так, что ты вот очень хочешь сильно спать, и вот ты уже готова, но в какой-то момент у тебя в голове появляется вопрос, он не серьезный, он странный, но, например, кто сильнее, горилла или акула, на сколько процентов увеличивается объем риса в зависимости от времени его приготовления или о том, как чихают водолазы под водой? Ну, я представляю, что после таких вопросов у меня точно была бессонница. Бывают. Иногда я могу задуматься, но, например, что надеть завтра или как успеть сделать одно, второе, да, и потом все, бах. А задумывалась ли ты о том, можно ли заряжать свой мобильный телефон, крутя педали по, например, дороге на работу, если ехать на велосипеде? Ну, вообще-то классная идея, да, потому что проблема в том, что мой телефон постоянно разряжен. Кроме тебя об этом задумались горячие финские парни. Но они решили заряжать не телефон, а электромобиль. В общем, условия задачи. 9 профессиональных велосипедистов, 1 электромобиль и 20 минут времени. Вопрос. Насколько они общими усилиями смогут зарядить автомобиль? Сколько, как ты думаешь, он потом сможет проехать на этой зарядке? В километрах. В километрах? Ну, дай бог, чтобы километров 100 проехал. Километров 100, как-то ты борщишь. В общем... Слушай, ну такие усилия, ради что? Ради километра, что ли? Ради двух километров. Боже! Так что ответ на этот вопрос теперь есть. Два километра всего лишь. Ну, как-то, в общем-то, маловато. Маловато, согласен. Можно было толкать машину тогда. Но вот Оксана Галеева в своей рубрике «ЗОЖ» успевает зарядить наших телезрителей на весь, между прочим, день. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской йоги, а также направление йога лица. В одной из рубрик я рассказывала о важности домашнего лифтинга, то, что мы можем сделать сами в домашних условиях, чтобы подтянуть свое личико. Конечно, очень важна работа именно мышц, выстраивание своей осанки, работа всего тела, ну а также локальное воздействие и работа с мышцами, окружающими наше лицо. В данный момент с мышцами головы. Итак, мы с вами уже разговаривали о подтяжении нижней части лица, а сейчас я вам скажу, для кого-то, может быть, просто напомню, что нужно делать для того, чтобы потянуть верхнюю часть лица. Ну, конечно же, нужно начать с движения, которые, с движения наших пальчиков, которые будут улучшать подвижность апоневроза головы. Лучше это делать разогретыми ладошками и пальчиками. Мы их растираем и начинаем массажными движениями проходить по всей голове. По всей, по всей, по всей. После этого мы можем активировать мышцу лобно-затылочное брюшко. Мы беремся пальчиками передней части нашего, верхней части нашего лица, лобное брюшко, и сзади ручки проскальзывают волосы на затылочной бугоручке. И начинаем вот такими движениями массировать, 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 и сходиться где-то здесь на макушке. И повторять это несколько раз, меняя степень воздействия на нашу кожу головы, то есть где-то нажимаем. Затем мы с вами возьмемся за волосы, будь то челка, либо просто волосы, также на лобном брюшке и на затылочном брюшке нашей головы. И начнем волосы подтягивать вверх, достаточно силовым усилием, прорабатывая все изнутри. После этого найдите венечную точку и потяните себя вверх. Как ее нужно найти? Ладошки, основание ладошек, укладываем на самый верх ушек и соединяем свои средние пальчики. Вот примерно эта зона, где у маленьких детишек зона родничка находится наша венечная точка. Мы можем понажимать на нее, а можем взяться за волосы и потянуть ее вверх. Вот таким образом. Ну а дальше воздействуем на зону височных мышц. Это тоже довольно-таки приятно. Мы берем противоположной рукой, правой рукой в данном случае, к левому виску и начинаем делать вот такие заглаживающие движения. При этом почувствуйте не просто, что у вас происходит на голове, а как подтягивается вся боковая линия лица. Мы здесь воздействуем и на скуловые мышцы, и на область глаза. И то же самое мы делаем с обратной стороны. Вот такие обычные, простые, незамысловатые движения будут способствовать улучшению цвета лица и состоянию вашей кожи. Я желаю вам хорошего дня, всегда оставаться красивыми, ухоженными и молодыми. Лето – это что? Лето – это отпуск! Планы, конечно, пришлось серьезно подкорректировать, но общий настрой россиян на отдых никуда не улетучился. Все преисполнены желание все-таки посетить что-то новое, открыть для себя неизведанные какие-то уголки. Да, специалисты одного из сервисов по продаже билетов выяснили предпочтение жителей нашей страны путем анализа 6 миллионов запросов пользователей. В итоге большинство потенциальных пока еще туристов не строит долгосрочных планов. Почти половина выбирает авиабилеты на июль, 29% интересуют вылеты в августе, а на сентябрь ищут варианты для проведения отпуска 16% респондентов. Самый высокий спрос на перелеты по России – это 57,9%. Турция интересует на 3,4%, пользователи Испании – на 2,3%, США – на 2,1%, Италия – почти на 2%. Продолжим тему отпуска и возможности его организации в нашем следующем сюжете. Радик Арифулов путешествует в режиме нон-стоп. Турция, Грузия, Греция – ежегодно он покоряет минимум 5 стран мира. В 2020-м коронавирус внес свои коррективы. Сорвалась поездка на чемпионат Европы по футболу. Все планы – на отдых в России. Я думаю, что к осени все наладится на самом деле, и спокойно можно будет путешествовать и ездить. Ну а пока в России на самом деле очень много мест. Байкал, Алтай, Камчатка. В августе мы поедем с ребятами в Хибины, в поход. Туристическая сфера оживает, правда, только надеждами. Эксперты не спешат прогнозировать точные даты стартов отпусков. Туристы то скупают путевки, то снимают бронирование после новостей про коронавирус. Впервые я наблюдаю такую пустоту на главной площади Нахимова. Походу, прилив туристов не наблюдается в этом году. Режим самоизоляции в Севастополе снят для всех, кроме приезжих из других регионов и зарубежа. Они должны провести 14 дней в обсерваторе. Такие условия теперь во многих курортных городах России. Но 6 июня в Краснодарском крае и в Сочи откроются первые здравницы. На данный момент по Краснодарскому краю заявили об открытии около чуть больше 80 объектов. Но это те объекты, которые предоставляют санаторно-курортное лечение. То есть поехать дикарем и снять гостиницу не получится. Здесь нужно будет предоставлять всевозможные справки об отсутствии контакта, тесты на ковид нужно будет сдавать. Сейчас из Ульяновска можно улететь только в Москву. Самолеты принимают Внуково и Домодедово. Рейсы в Сочи возобновят 29 июня, а в Севастополь и Санкт-Петербург 30-го. Меры безопасности придется соблюдать и в небе. Однако сажать пассажиров в шахматном порядке никто не станет. Ограничивать именно как раз авиакомпанию количеством мест в салоне самолета это не совсем правильно, потому что тогда авиакомпании вынуждены будут увеличивать стоимость билета. В Европе тоже ждут открытия летнего сезона и активно приглашают туристов. Но отдых там пока слишком рискованный вариант. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от поездок за границу. Однако есть и те, кто решил рискнуть. Смотрю самые дешевые билеты в более-менее бедные европейские страны. Румыния, Сербия, Венгрия. Пока Венгрию нашу, ну не знаю, как получится. Увидеть новые и посетить хорошо знакомые места, открыть для себя красоту родного края советуют в региональном агентстве по туризму. Уже разработан проект «Время отдыхать» в Ульяновской области. Проект «Время отдыхать» в Ульяновской области – это цикл экскурсионных маршрутов по нашим достопримечательностям, связанных с Национальным парком Сингилейские горы, связанных с нашим парком Скрипинские кучуры. Открывать для себя Ульяновскую область уже начал Алексей Мороховец. Хотя еще в марте с семьей они планировали отправиться в Марокко. По сути, заново открываем Ульяновскую область. Кто здесь, кто там. То есть какие-то эти новые уголки. И уже все объездили, уже не знаю, куда поехать. Были в Радическом районе, когда пион звел. То есть много лет туда не выезжали, а тут решили выехать, потому что альтернатив нет. Плата за место под солнцем не повысится, говорят эксперты. В июне ценник в санатории Краснодарского края – 20 тысяч рублей. Однако отдых точно не будет прежним. Никаких дискотек, концертов и массовых экскурсий. В списке рекомендаций от Роспотребнадзора сотни пунктов. Социальная дистанция, масочный режим для персонала, дезинфекция помещений. Если же такой отдых вам не по душе, а путевка уже куплена, не расстраивайтесь. Откройте депозитный счет у туроператора и воспользуйтесь им до конца следующего года. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Продолжаем летнюю тему. Что делать, когда отпуск начался, поездки за границу отменены, дачи нет, а на солнышке-то побывать хочется. Ну, пляж. Пляж, мне кажется, отличный выход из ситуации. Тут тебе и солнце, и воздух, и вода, которые, как мы еще с детства помним, наши лучшие друзья. Тут и оно, что сейчас лучшие друзья – это антисептики, маски и перчатки, без которых даже в магазинах хлеба не продадут. Ну, тогда можно придумать что-нибудь свое околопляжное. Опасно. Так, например, в Москве нарушители самоизоляции устроили пляж на крыше банка и загорали там на лежаках. В итоге 13 человек были задержаны полицией за нарушение режима. Вот такие дела, и что самое интересное, сообщили об этом стражам правопорядка. Это внимательные граждане. Ну, вот так. Подглядывали просто, так бы и сказали. Завидовали. Я слышала об этом, и, кстати, когда полицейские приехали на место, то не обнаружили отдыхающих, которые успели переместиться в одну. Они как не обнаружили, потому что они быстренько сбежали в другую квартиру. Молодцы! За нарушение режима самоизоляции 13 человек были доставлены в опорные пункты полиции для составления административного материала. Так, все, перестаем пугать друг друга, потому что все-таки пляжный сезон, и люди будут как-то изловчаться. Телезрителей тоже не будем пугать. Что, Ульяновск готовится к пляжному сезону? Расскажем об этом далее. Маска, перчатки и купальник. Новый пляжный тренд 2020 года. На некоторых курортах запрещается гулять без специальной экипировки, но на ульяновских пляжах она не обязательно. Официально об открытии летнего сезона никто не говорит, но специально отведенное место отдыха к нему готовят. На центральный морский пляж было завезено 260 тонн песка. Проведены гидравлические испытания системы подачи и водоснабжения в большой, средний и малый бассейн. Бассейны заполнены, но они будут слиты до открытия купального сезона. Покрашены лавочки, архитектурные формы. Ежедневно собирается и вывозится мусор, просеивается песок. Волга у берегов тоже теперь чистая, а порядки на дне позаботились ульяновские спасатели. Лавочки и кабинки для переодевания обрабатываются специальным раствором. К купальному сезону все готово, но воду заходить даже на специальном пляже запрещено. Официально плавать никто не разрешал. Ульяновские власти не берутся говорить, когда можно будет подойти к воде. На данный момент проведены водолазные обследования акватории. Получены акты на водолазное обследование. ГИМС принимать будет уже, когда будет постановление об открытии купального сезона. Какую маску в этом году выбрать, пока непонятно. Да и стоит ли выбирать, ведь официально об открытии летнего сезона никто не говорит. Несмотря на это, на центральном пляже Ульяновска уже многолюдно. Мы сегодня второй день уже здесь. Вчера мы оценили обстановку. Сегодня, как видно, техника работает, пляж готовится. Я думаю, что все будет хорошо. А обычно вы когда открываете свой летний сезон? Обычно в июне и в Турции. В этом году наше море будет нас радовать, я думаю. Игры, волейбол, прогулки даже в будний день. Путь на пляж ульяновцам никто не преграждает. Соблюдение положенной дистанции никто не контролирует. Народные дружинники на патрулирование пляжа выйдут только после официальной отмашки. Пока за порядком следят работники места отдыха и сотрудники МЧС. Как и в прошлые годы, дружинники совместно с правоохранительным органом будут патрулировать официально разрешенные места отдыха и купания к охране общественного правопорядка. Они приступят в этих местах, как только будет определена дата официального открытия пляжного сезона. Зоны отдыха официально закрыты, но погода продиктует свои правила, перед которыми ульяновцам будет все сложнее находиться дома. Маргарита Мутишинская, Валерий Кулачков, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Первый анализ ситуации показал – вирус занесен в больницу пациентам с ковид. В район сразу же направились специалисты Роспотребнадзора, главный эпидемиолог области и представители регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Источник заболевания в Новом Уклинском районе – это, во-первых, сотрудники, это граждане, которые работают за пределами региона и прибывшие на отдых в Новом Уклинский район. К утру 4 июня работа больницы восстановлена. Проведена тотальная дезинфекция всех помещений. Терапевтическое отделение отправлено на обсервацию. В отдельно стоящем здании на территории больницы запустят отделение для больных с пневмонией и подозрением на коронавирус. Мы очень серьезно будем разбираться с виновниками допущенной вспышки. Проведем глубокую проверку с детальным анализом причин со стороны Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Ульяновской области, которые дадут оценку действиям и руководства больниц и муниципальных властей. Дорогие друзья, важнейшей задачей на сегодня остается поддержание и восстановление экономики региона. Как я уже говорил, мы разработали план по ее возрождению, который разрабатывался синхронно с общенациональным планом восстановления экономики. План состоит из пяти блоков, включает в себя 100 мероприятий. Одним из важнейших составляющих плана стал блок по развитию инвестиционной деятельности, которая должна стать основным рычагом возрождения региональной экономики. И я хочу отметить, что несмотря на трудности и стагнацию деловой сферы всей нашей страны, в Ульяновской области объем инвестиций в основной капитал за первый квартал 2020 года увеличился в два раза и составил более 15 миллиардов рублей, что больше уровня 2019 года на 8,6 миллиарда. Столь значительному росту данного показателя способствовала проводимая инвестиционная политика на территории Ульяновской области. Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, работа по привлечению инвестиций в регион не остановилась. Мы не снижали свою деловую активность. Сейчас стоит важнейшая задача по созданию новых предприятий, новых рабочих мест для жителей региона. Ведь многие потеряли работу. Участие людей значительно снизился доход. Поэтому сегодня, как никогда, важной становится усиленная работа над созданием промышленных площадок. Это аппаратная программа. То есть психологические тесты, стрессовые тесты. Дальше мы проходим просто вес. Все по сквозному принципу, не выходя в коридор. После регистратуры пациент попадает к стоматологу. Затем проверка уровня сахара и холестерина. Следом оценка состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 40 минут обследования и полученные результаты у терапевта. По итогу он консультируется у врача-терапевта и он уже дает дальнейшие рекомендации. Либо мы его наблюдаем и рекомендуем подойти им повторно, если какие-то выявляются факторы. Либо назначаем посещение своего лечебного учреждения по месту жительства. Для поддержания здоровья ЛФК – это неотъемлемая часть. Терапевт Центра общественного здоровья может порекомендовать пациенту курс лечебной физкультуры. А если же сейчас групповые занятия запрещены, то индивидуальные приветствуются. Вело, дорожка, шведская стенка, палки для скандинавской ходьбы. Здесь, в кабинете лечебной физкультуры, инструктор расскажет, как правильно выполнять необходимые упражнения. Каждому индивидуальный подход. В период пандемии центр закрыли. 2 июня он возобновил работу. Сейчас прием пациентов ведется по предварительной записи. В Ульяновской области 7 стационарных центров здоровья. В этом году появится и мобильный. Что такое общественное здоровье? Вы видите, что это, по большому счету, огромный внутренний потенциал общества, который способен обеспечить национальную безопасность. В совершенно разных направлениях. И в направлении здорового питания, в направлении отказа от вредных привычек. В период сложной эпидемиологической ситуации предупредить развитие заболеваний – одна из главных задач региона. Поэтому в Ульяновской области запустили отделы охраны здоровья. Разрабатываются муниципальные программы по укреплению здоровья населения муниципального района. Кто-то работает более активно. Например, Чердоклинский район, Радищевский район, Старокулаткинский. Несмотря на то, что у них очень большая доля населения пожилого возраста. Напомним, в регионе сейчас также действует проект «Разговор с доктором». Получить консультацию можно онлайн. Был бы интернет. Марина Тимофеева, Бухтияр Салтанов, репортер 73. Захожу, диван у меня мокрый. И у меня вот где-то две недели протекло все. Судились. Документы вон есть. Управляющая компания нам около 90 тысяч должны. Крыша течет, а света нет. В двух комнатах и части коридора. Около двух лет пенсионерка Флера Абдулина живет в условиях, приближенных к ЧАЭС. И до сих пор проживает шокирующий случай, когда в подъезде замкнула проводка, а ее чуть не убило током. «Это ужас был. Кто не видел...» «Да, вот это надо видеть...» «Тут стреляют». «До головы меня...» «Я не отходила долго, прямо со мной плохо было». «Столько пожарных машин приезжало тут и все». Всему виной провальная крыша. 19 плит перекрытий пришли в негодность. Сей факт запротоколировала специальная комиссия, наградив достаточно моложавое строение титулом «аварийное». Как же так получилось, что дом, отстроенный всего в 1988 году, оказался вдруг в списке аварийных? Давайте разберемся. Встроился он тогда так называемым хосспособом, то есть неаккредитованной компанией. Встроился для вьетнамцев, которые в то время работали по программе на моторном заводе. Затем программа удачно завершилась, вьетнамцы разъехались, россияне остались и до сих пор латают дыры и решают оставшиеся проблемы таким нетрадиционным способом. Посмотрите вот сюда. Ну и внесем свою лепту. Залепим дыру. Управляющая компания предложила реконструктивное решение стоимостью в 6 миллионов. Всю крышу снять. Нужно вот эти вот 19 плит демонтировать, убрать, смонтировать новые плиты и сделать вновь кровлю. Это реальная цена. Это же не в один раз там платеж-то. Это же с рассрочки до 44-го года. Обозначена и альтернатива. Давайте мы вам настроим 6-й этаж. Какой 6-й этаж, мы ему стали говорить, у нас цоколь, отмостка, все проваливается, постоянно подмывает, потому что ничего не делалось в течение 30 лет. У нас по капитального ремонта стоит 35-й год. До 35-го года, конечно, дом нас не выдержит. И мы собирали тоже собрание, протокол о переносе срока капитального ремонта на 20-й год. Не тут-то было. Раз аварийный, кап ремонту не подлежит из списков убрать. Но и расселять жильцов, предоставив им аналогичные квадраты, никто не торопится. С октября 2019-го актив дома в хождениях по инстанциям и мукам. Конструктивного диалога не складывается. Люди готовы платить, но на паях с теми, кто помочь в сложившейся ситуации должен. Времени в обрез. Если мы, как говорится, еще год максимум или два не примем такие меры, то чревато может быть то, что, как говорится, вот эти плиты там обрушатся. В чрезвычайной ситуации, конечно, это будет там падать. И может там рухнуть дом, кто ее знает, это ведь чревато всем чему угодно. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Ульяновские перевозчики один за другим в начале апреля снизили стоимость проезда на 3 рубля. Логика ясна. Меньше цена, больше пассажиров. Больше в кавычках, со скидкой на коронавирус. Пустые салоны водителей маршруток богачами не сделали. Режим самоизоляции в Ульяновске постепенно снимают. Многие предприятия вышли на работу, а значит повысился поток пассажиров в общественном транспорте. Цены для ульяновцев приятные. Всего 20 рублей за поездку. Вскоре вернут привычные тарифы. Но когда именно? Вопрос оказался не из простых. Как для регулирующего органа, так и для самих перевозчиков. Очевидно, что прежнюю цену снова потребуют. Но конкретных дат никто не называет. Руководство маршрутов предпочитает отмалчиваться. Рядовые водители только предполагают. Пока ситуация не нормализуется, я думаю, так и будем ездить. У народа тоже денег нет. Приходится понимать. Поток увеличился сейчас со снятием самоизоляции? Ну, последние две недели чувствуется немножко. Но незначительно вообще. То есть не сравнить с тем, что было раньше. Нелегко всем. Руководство Ульяновска электротранса сообщает, что тратит колоссальные средства на индивидуальную защиту сотрудников и дезинфекцию вагонов, не снижая при этом расходов на обслуживание транспорта. Пассажиров стало меньше, но стоимость билетов не изменилась. Так что рост и цен не будет. Стоимость проезда на сегодняшний момент составляет у нас 20 рублей за наличный расчет и 18 рублей по банковской карте, электронному кошельку. Несмотря на такое сложное время и тяжелое для нашего предприятия, вопрос увеличения стоимости проезда в городском наземном электрическом транспорте не планируется. Выкарабкиваться из кризисной ямы будет непросто, но резкого подъема цен в Ульяновской области не допустят ни в одной отрасли, в том числе и в сфере пассажирских перевозок. Маргарита Матюшинская, Валерий Клочков, репортер 73. Все в мыле выражение, которое в реалиях 2020 года приобрело позитивный контекст. Чистейшие остановки без микробов и вируса, сон педанта, воплотившийся в жизнь. Практически каждый день ульяновские коммунальщики наводят лоск на улицах города, обрабатывая их специальными растворами. Работники шутят, стерильнее только в операционной. Начался второй этап тотальной обработки территории Ленинского района. Обрабатываются проезжие части, тротуары, детские площадки, но в том числе и остановочные павильоны. Дезинфектанты не могут нанести вреда здоровью человека или животного, но приходить на обработанную территорию рекомендуется только через 5-7 минут после проведенных работ. Маргарита Мутишинская, репортер 73. Препарат гриппферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Вы давно вместе. И кажется, знаете о нем все. Он не устает напоминать о себе. И даже порой делает вам больно. Хватит терпеть геморрой. Избавьтесь от него. Обращайтесь в Эсклазклиник. Современный проктологический центр. Опытные врачи. Успешная практика лечения геморроя. Тысячи вылеченных пациентов. Комплексное обследование у проктолога всего 350 рублей. 44-69-69. Эсклазклиник. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Партнер прогноза погоды – многопрофильный медицинский центр «Эсклазклиник». По данным сайта «Гесметио» 5 июня в Ульяновске малооблачно. Небольшой дождь, возможно гроза. Температура воздуха по области ночью плюс 13-17 градусов, днем 21-25 выше 0. В областном центре ночью от 14 до 16 тепла, днем плюс 22-24. Ветер западный с переходом в преимущественно южный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Вы давно вместе. И кажется, знаете о нем все. Он не устает напоминать о тебе. И даже порой делает вам больно. Хватит терпеть геморрой. И избавьтесь от него. Обращайтесь в «Эсклазклиник». Современный проктологический центр. Опытные врачи. Успешная практика лечения геморроя. Тысячи вылеченных пациентов. Комплексное обследование у проктолога всего 350 рублей. 44-69-69. «Эсклазклиник». Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Получить знания, не выходя из дома. Эпоха коронавируса повлияла на многие сферы нашей жизни. Сейчас адаптироваться вынуждены все, в том числе и школа. Для подготовки выпускников сдачи государственной итоговой аттестации в Ульяновской области наш канал запустил телеуроки. Разбираем основные вопросы и ошибки вместе с профессорами в эфире на 21-й и 9-й кнопке ежедневно. Кроме воскресенья с 8 утра. А очередным секретом успешной сдачи итогового экзамена поделится с нами один из выпускников прошлого года. Традиционная рубрика «100 баллов для победы» далее. Всем здравствуйте. Я Капранова Анна, выпускница 2019 года Вишканского лицея при ЛТУ имени Бориса Петровича Зиновьева. Я сдавала единый государственный экзамен в 2019 году и по итогу стала в высокобальнице по такому предмету, как русский язык. Действительно, как и для многих выпускников, для меня единый государственный экзамен стал определителем моей судьбы, как можно сказать. Потому что благодаря нему я поступила на бюджетную основу в Ульяновский государственный педагогический университет. Скажу, что ЕГЭ — это непростое испытание, но которое необходимо не бояться, а наоборот нужно всем выпускникам работать и как можно больше учить. Как показал опыт и мой, и моих сверстников, что ЕГЭ — это лотерея. Так можно сказать, потому что ты не знаешь, какой тебе вопрос может достаться. Тебе может повезти и достаться достаточно лёгкий для тебя вопрос, который ты уже решал, или на который ты знаешь ответ, а может также достаться и вопрос, который слишком будет тяжёлым для тебя, и ты не будешь знать ответ. И поэтому я желаю всем выпускникам как можно больше учить, как можно больше решать. Вот осталось немного времени, и всё это время посвятите решению Кимов. Отдохнуть вы всегда успеете, но главное сейчас учить, решать. Если вы будете как можно больше решать, то вы что-то и запомните. Желаю всем удачи при сдаче ЕГЭ и при поступлении в ВУЗы России. В понедельник мы провели наших телезрителей за кулисы Земского театра. Рассказали о создании, развитии и поддержке театров в муниципальных образованиях области. В пятницу традиционно продолжаем это путешествие по лоза кулисью. Мы открыли наш Земский театр спектаклем «Звуки открытых окон». Почему звуки? Почему открытые окна? Дело в том, что за каждым окном своя история, своя судьба. Грустная, весёлая, счастливая. И мне очень хотелось показать эти житейские истории людям. Потому что, понимаете, сегодня настолько забыты слова честь, достоинство, взаимоуважение, взаимопомощь, взаимовыручка, честность, доброта. И у нас спектакль все на эту тему. И мне очень хотелось, чтобы люди это увидели, почувствовали. И у нас получилось. «Звуки открытых окон» – пьеса, состоящая из трёх этюдов. Три истории разных семей. Каждая со своими особенностями, проблемами. Истории выдуманные, но такие реальные и жизненные. Здесь Наталья Шубина выступила не только режиссёром, но и драматургом. Я поняла одно, что я не могу оставить людей, которые ко мне пришли за кадром даже на второстепенных работах. Да? Костюмер, декоратор и так далее. Они все хотят, они все рвутся на сцену. Поэтому и писалась пьеса именно для людей. Ещё одна премьера Земского театра состоялась 6 декабря. Это был дебют младшего состава труппы. Самым маленьким артистам всего 5 лет. В основе спектакля «Судьбу нам пишут небеса» эпизод повести «Синяя птица» Мориса Миттерлинка. Это история о том, как дети отправляются на землю каждый в свой черёд и со своим предназначением. И о том, как думлюбящим сердцам пришлось расстаться. Да скажи время, когда она спустится на землю, меня уже не будет. Я не увижу его. Мы будем так одиноки. Да ведь он идёт не умирать, а жить. Он и будет писать о тебе стихи. Иди. Подай мне знак. Хоть какой-нибудь. Скажи, как мне найти тебя на земле? Я всегда буду любить тебя. Я всегда буду искать тебя. Основа Миттерлинка, а всё остальное – полёт фантазии режиссёра. Тут и современная музыка, и стихи Эдуарда Осадова и Александра Кочеткова, и язык жестов и танца. Пластику я всегда делаю для спектакля. Почему? Потому что то, что иногда нельзя сказать словами, можно сделать жестом, движением. Ведь главное спектакль – это действие. Ведь очень часто в нашей жизни слова нам мешают. Можно иногда промолчать, и глаза скажут всё. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. Репертуар земского театра пока не богат, но в этом есть своя прелесть. Земчане только в начале «Большого пути» и «Труппе» предстоит познакомиться ближе с великими классиками – Чеховым, Горьким, Островским, Вампиловым, Горсье де Лорко. Наталья Шубина мечтает ставить спектакли по произведениям высокохудожественной литературы, а также на основе краеведческих и документальных материалов своей большой и малой родины. Всю неделю мы с Валерией Лободой, ну в основном она, конечно, придумывала, а мы просто наблюдали, придумывали, фантазировали, резали, пилили и приклеивали. В общем, полезно и приятно проводили свободное время за творчеством, работая руками и головой. Точно. Чтобы привнести в интерьер что-то уникальное и созданное именно своими руками. Предлагаю не останавливаться на достигнутом и посмотреть очередной удивительный мастер-класс в рубрике «Стиль». Доброе утро, дорогие телезрители! Я рада вас приветствовать в рубрике «Стиль». И сегодня мы с вами говорим о том, как сделать вашу квартиру модной и стильной с помощью предметов интерьера, которые можно сделать своими руками. Я говорю о декоре. Сегодня мы будем с вами декорировать зеркало, потому что зеркал в доме много не бывает. Я подготовила для вас шестиугольное зеркало, которое можно купить в любом строительном гипермаркете города. Кроме зеркала нам еще понадобится некое количество тонкой веревки. Но опять-таки она у нас джутовая, потому что весь сезон этого года пронизан эко-трендами. А что может быть более экологично, чем веревка из натуральной ткани? Итак, мы берем с вами веревку, я уже заранее отрезала полтора метра, полтора метра, может быть чуть-чуть побольше. Кладем веревку на зеркало, пропускаем, оставляя петлю, пропускаем другой край веревки под зеркалом, желательно это делать ровно, и затягиваем зеркало в петлю. Сделать это можно достаточно просто и быстро. И когда вы будете затягивать зеркало в петлю, затяните его максимально туго, насколько это возможно. Если в вашем доме есть мужчина, попросите его, главное, чтобы он не перестарался. После того, как мы с вами затянули зеркало в петлю, у нас получилась вот такая нехитрая конструкция. Теперь мы раздвигаем части веревки к краям зеркала. Это одновременно и крепление, и декор нашего отражающего полотна. Оставшуюся часть веревки мы будем использовать в качестве подвеса. Нам сюда же понадобится обычное металлическое кольцо. Я, например, в этот раз сняла кольцо со своих штор, вернее, со своего настенного карниза. Очень часто бывает такое, что при покупке фурнитуры для штор они остаются. Так вот, они пригодились. Теперь мы это кольцо кладем под части веревки сверху, на той высоте, на которой вы собираетесь повесить свое зеркало. Вы берете кольцо и кладете его под две части веревки. Пропускаете веревку внутрь кольца и разводите веревки в две стороны, чтобы удобнее было вязать узелки. Далее правую часть веревки вы проводите под парой веревок левую часть, накрываете правой частью, нахлёстываете, продеваете в отверстие, которое получилось, и туго затягиваете. Туго-туго, чтобы наш узелок хорошо держал наше кольцо. И повторяете эту процедуру еще несколько раз. Для этого можно взять более длинную веревку, но остерегайтесь, потому что веревку более двух метров очень тяжело и неудобно вязать. Итак, повторяем процедуру и завязываем так еще некое количество узелков. Вы можете завязать их до самого низа, а можете сделать просто два или три. Таким образом у нас получается с вами вот такое крепление для веревки. Вместе под узелками их можно склеить и обрезать. Далее, чтобы это зеркало выглядело повеселее, скажем так, далее мы берем другую часть веревки и пронизываем ее под нашими веревками, которыми уже задекорировано зеркало. Пронизываем сначала под одной, под правой, вытягиваем на, например, 30-40 сантиметров и отрезаем. Для того, чтобы отрезать, нам понадобится обычный строительный резак. Делается это все не очень сложно. Далее делаем то же самое для левой стороны. И заодно здесь же сравниваем длину, которая нам нужна, чтобы они у нас получились примерно одной длины. Легким движением руки отрезаем нужную длину, убираем ненужную часть с этой веревки, завязываем узелки, просто чтобы оно держалось. Сначала на одной веревке, потом на второй веревке. И среднюю, и две части веревки, которые у нас получаются в середине, мы связываем чуть ниже центра. Связываем опять-таки на двойной узел, для того, чтобы у нас получилась некая своеобразная бахрома. И распушаем, насколько это возможно, оставшиеся концы веревки, чтобы они были, ну, немного неопрятные. Таким образом, мы придадим больше эстетики нашему стилю боха, потому что боха — это все-таки эклектика, это некая цыганщина и даже такое легкое отношение к жизни. Поэтому, если у нас с вами будет некий беспорядок в декорировании зеркала, это только придаст шика нашему изделию. Итак, нам осталось только повесить это зеркало на какую-то одну из своих стен и, соответственно, расправить нижние веревочки, которые висят. Поверьте мне, такой декор вполне себе вписывается в стиль боха и будет хорошим завершением декорирования вашего интерьера. Для того, чтобы ваша квартира всегда была стильной, модной и уютной, смотрите нашу рубрику, и тогда ваш дом превратится в место вашей силы. Доброе утро, и мы продолжаем начатую тему НКО. И проектов всевозможных, нужных, важных, интересных. И сегодня у нас в гостях этим утром Елена Домашевская, директор ОНО «Клуб гражданского образования» и Елена Титова, координатор программы «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». Доброе утро, Елены. Доброе утро. Две Елены, обе прекрасные и мудрые. И нам загадывать желание, поэтому сейчас мы тоже и Костю оператора к нам. Костя, и Тюм. Первый вопрос, такой основной для всех, в общем, кто приходит к нам в столь ранний час. В чем секрет бодрого, свежего и хорошего утра у вас? В чашке кофе, конечно же. У нас все для этого есть сегодня, для бодрости. Ну, для меня, наверное, секрет бодрого утра в том, чтобы в предыдущий день было достаточно физической активности. Я в последнее время стараюсь не менее 10 тысяч шагов в день сделать. Сейчас фитнес-клубы пока, к сожалению, закрыты, поэтому вот именно через прогулку стараюсь наверстывать. И очень здорово после этого просыпаешься таким отдохнувшим и бодрым. Я теперь чувствую себя какой-то нездоровый образ жизни, что я приведу. Нет, ну кофе я тоже пью. Просто кофе. Нет, я его тоже пью. Ну, давайте к проектам. То есть чем будете удивлять, какими проектами, чего ждать ульяновцам? У нас буквально вот две недели назад такое случилось чудесное событие и радостное. Сразу два литературных проекта ульяновских некоммерческих организаций победили в федеральном конкурсе и получили поддержку Российского фонда культуры. Для программы «Ульяновский литературный город ЮНЕСКО» это очень важно. Партнерство с некоммерческими организациями, реализация совместных проектов. Потому что это позволяет найти ту самую синергию города, горожан, имиджа города, взаимодействия писателей, читателей, библиотекарей. То есть всех тех, кто любит книгу и печатное слово. Ну и электронное сейчас, конечно, тоже. То есть печатное в обширном смысле этого слова. Первый проект — это международная детская литературная резиденция. Мы надеемся, что, конечно же, карантинные меры будут у нас, и вообще вирусы все покинут нашу страну непременно. И мы проведем все это в срок, в запланированное нами время, и в августе здесь, в Ульяновске, состоится международная детская литературная резиденция. Автор этого проекта — это автономная некоммерческая организация «Профи-центр» Елена Сорокина, Константин Ильин, наши друзья. В чем суть, собственно, да? В чем суть, самое интересное? Потому что я резиденция сразу Деда Мороза представила. Это штамп. Да, да. Мне кажется. Ну вот, мы всех удивим. То есть Деда Мороза не будет, сразу могу сказать. Август-август. Дедушки еще нет. Так вот, мы приглашаем к сотрудничеству международную сеть «Содружество библиотекам» имени Сергея Михалкова. Такие библиотеки есть во многих городах и в нескольких странах. Например, такая библиотека есть даже в Ирландии. Поэтому через конкурсный механизм, через проведение интернет-конкурса «Я писатель» мы пригласим такой творческий тандем библиотекаря и читателя. То есть это детские библиотеки, соответственно, юных читателей. Выберем лучших, конечно же, и пригласим их сюда. Ну, с участием, конечно же, резиденции будет проводиться и переводчиков в том числе, поскольку, чтобы общение наше было продуктивным. Дни в Ульяновске будут для ребят очень насыщенными. Образовательная программа будет насыщенная. Каждый день будет каким-то тематическим. Будем приглашать блогеров, режиссеров, сценаристов, писателей, поэтов, естественно. В том числе не только ульяновских, но и российского уровня, да. Результатом резиденции станет издание книги, в которой ребята опубликуют свои работы. То есть это будет такой продукт международный, с международной составляющей. Также в рамках этого проекта мы не можем обойти актуальность цифровизации в наше время. Не смогли обойти. Поэтому в проекте предусмотрено онлайн-обучение. Профи-центр — это одна из тех организаций, которая в период пандемии смогла буквально за три дня перевести все обучение ребят из малообеспеченных семей в онлайн-форматы. Поэтому это, конечно, их козырь, их конек. Мы тут в профессионализме абсолютно уверены. С нашей стороны мы попросили, чтобы это было обучение для библиотекарей. Да, вот такой вот формат, когда библиотекари смогут узнать какие-то новые тренды, тенденции в ивент-индустрии. Потому что уже недостаточно для библиотекарей просто к нему читатель пришел и книжку вручить. То есть это какой-то более уже широкий спектр воздействия должен библиотекарь на читателя оказать. И чтобы это были не лекции какие-то. Ну, то есть избавляемся от устаревших форматов и внедряем новые. То есть тишины в библиотеке не будет? Мне кажется, нет. Уже все. Прошло то время. Тишины не будет. Будем рассказывать библиотекарям о том, что знаем и умеем сами. То есть это об использовании инструментов маркетинга, пиара, в создании таких событий интересных. Все это позволит, конечно, привлечь библиотеку читателей. Что для них, конечно, и для нас это самое важное. Вот. Ну и еще одна составляющая, тоже важная часть проекта, это интернет-обучение тоже по русскому языку. То есть нам бы хотелось сделать такой видеокурс про русский язык, который был бы не скучно интересным, не скучный, а интересным, что я хотела сказать. Когда, посмотрев видеоурок, мы точно поймем, там, не знаю, как писать «не» и «ни», как прямую речь, не знаю, выделять. Да. Вот. Кстати, да, мы сразу вас приглашаем, мне кажется, телеведущие. Было бы интересно. Да, это те, кто могут. Да, да. И ребят в резиденции поучить. И, в принципе, в видеоуроках тоже поучаствовать в записи. Приглашаем к участию. Ну и второй проект – это проект Ульяновского клуба гражданского образования. Международный фестиваль, книжный фестиваль «Амфибрахи». Вот Елена про него подробнее расскажет. «Амфибрахий». Да, «Амфибрахий» – такое необычное название. Сейчас у нас уже в работе очень креативные логотипы. Я думаю, в ближайшее время мы их уже покажем миру. Может быть, даже пригласим жителей нашего города поучаствовать в выборе финального логотипа. Международный литературный фестиваль «Амфибрахий» – это площадка городская. Это большой фестиваль, который мы планируем провести на улице Федерации. Мы хотели сделать ее на этот день пешеходной. Два года назад был такой опыт. Проводился в городе джазовый фестиваль. Мы тоже участвовали в организации. В общем-то, положительные были отзывы. Такой формат городской, он востребован. И поэтому мы предлагаем на одной из городских улиц сделать фестиваль. Идея фестиваля в том, чтобы показать удивительные свойства литературы, пронизывать нашу повседневность через абсолютно все, что нас окружает. Через музыку, через творчество, даже через кулинарию. Поэтому на территории фестиваля будут организованы самые разнообразные площадки. И интеллектуальная площадка, творческие. Мы приглашаем к участию писателей, артистов, музыкантов. То есть каждый сможет найти на этом фестивале себе что-то по душе. Прийти всей семьей, получить огромное удовольствие, узнать для себя что-то новое, в том числе о современной литературе. Мы, конечно же, особую роль выделяем нашим местным, ульяновским, и особенно молодым писателям и литераторам. Хотим, чтобы как можно больше людей узнали об их творчестве. И, безусловно, это будут и арт-объекты, и самые разные креативные форматы. Мы уверены, что именно такие мероприятия делают города по-настоящему креативными, душевными. И создают вот эту незабываемую атмосферу. Здорово. Кому, как ни ульяновску, проводить, собственно, такой фестиваль? Потому что тут и Гончаров, и Карамзин, и Языков, там, наследие – это ого-го какое. И его, кстати, тоже, наверное, забывать не будете. Конечно, конечно. Там как-то все в параллель будет проходить. Современных поэтов тоже наших можно вспомнить. Тут и у нас и Данила Ноздряков, и Игорь Улитин, и Калу Узрют. Те авторы, которые печатаются, чьи книжки на «Зоне» продают. Мало кто знает об этом в нашем городе. Вот это да. Но там будет возможность подойти, взять книгу почитать, или сами авторы будут читать? То есть это тоже будет такой формат? Или как это будет? Благодаря поддержке Российского фонда культуры, то есть в чем выражается особая ценность такой поддержки грантовой, финансовой, в том, что это позволяет нам шагнуть немножко, так скажем, на уровень выше. И это позволит пригласить писателей российского уровня, которые смогут повстречаться и с горожанами, и провести автограф-сессию. Здорово. И мы хотели бы, чтобы авторы приглашенные поработали с нашим профессиональным литературным сообществом в плане какого-то профессионального такого какого-то обмена, там, мозгового штурма, еще чего-то. Может, мастер-класс? Да, 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 в формате какого-то мастер-класса. Надеемся, что, опять же, все случится, и мы сможем это сделать прямо на улице Федерации, да, в одном из баров, ресторанов, да, то есть такой интересный формат. Ну, или прямо на улице, то есть в фестивале обязательно будет центральная сцена, то есть все приглашенные авторы будут и на сцене тоже представлены, представят свое творчество на сцене, да. Ну, и, конечно, сцена, она для чего, да? Ну, для музыки, да, для музыки. Песни — это тоже печатное слово, да, это тоже стихи. Ну, а сказки? Я просто представляю, что я бы пошла бы с детьми... Тебе сразу сказки? Да, я бы пошла с детьми, и вот они бы вот послушали бы. Ну, вот я тут вот сразу... Мы о детской площадке обязательно, конечно, мы не забудем про детей. Мы несколько лет назад уже проводили такой фестиваль, окно в сказку у нас был, вот. Но здесь нам бы хотелось сосредоточиться именно на формате семейном и в формате вот профессионального литературного сообщества, то есть такие вот сделать составляющие. Показать, как литература живет вообще в разных жанрах творчества и искусства, да, то есть через художников, да, через... у нас появятся обязательно арт-объекты и изобразительное искусство связанные. Нам сама жизнь подсказала, с чего начать на самом деле. Буквально несколько дней назад, 24-го... У нас месяц-то какой? Майя. 24-го мая был день рождения Иосифа Бродского, да, и мы знаем в медийное сейчас пространство заполнено этой информацией, как в Санкт-Петербурге. Закрасили это. Да, закрасили Бродского. Литературный город ЮНЕСКО не мог не отреагировать на это событие. Мы сразу же ночью отправились на улицы города и проецировали эту самую фотографию в разных местах, на разных стенах нашего города. Отлично. Мы с Бродским... Бродскому в Ульяновске понравилось, нам с ним тоже, да? Так и более того, мы знаем, что Бродский, когда ему было 19 лет, он проезжал не сам Ульяновск, но был поблизости в стране Индзе, да? В стране Индзе. В стране Индзе. Это утро. Утро сказок. Лена, кофе. Кроме прогулок, кофе. Ну, в той части, где Индзе, я имею в виду. То есть, в общем-то, в самом городе не был, но на территорию нашего региона побывал. Это тоже такой знаковый момент. Ну и плюсик, соответственно, тоже можем поставить. А у меня возник вопрос по поводу фестиваля. Будет ли открытый микрофон? Опасная тема такая. Опасная тема. Но я думаю, без этого не обойтись. Потому что мы все в юности, наверное, не знаю такого человека, который не писал и не пробовал себя, по крайней мере, в поэзии точно. А кто-то, может быть, и рассказывает... Я точно пойду выступать на открытый микрофон. Не вопрос вообще. В твоем контенте, я уверена. Вот. У нас уже был такой опыт в прошлом году на поэтической аллее, на улице Гончарова. У нас был открытый микрофон. Замечательно, чудесно, душевно. Все, по-моему, с пониманием относятся к тому, что это улица, город и гуляют дети. В рамках приличия вроде бы ничего такого никто не произнес. То есть предварительного отбора здесь не существует. Тогда я пролечу мимо. Дети же рядом. Знаете, вообще, уже даже пока мы здесь сидим, мы уже предложили несколько интересных идей. И мы бы хотели тоже воспользоваться тем, что мы сегодня здесь, на этой прекрасной площадке, у вас в гостях, и пригласить жителей нашего города, нашей области к внесению предложений в программу, потому что мы открыты предложением. Есть общая концепция, есть общая идеология, мы ее рассказали. Есть какие-то центральные вещи, которые точно будут. Вот такие какие-то идеи, изюминки. Чтобы было бы самим его интересно. Да, мы с огромным удовольствием примем все идеи. И если все это будет в общую конву ложиться, то с удовольствием включим в программу. Поэтому мы открыты идеям, инициативам, предложениям. Тогда самое главное, куда их направлять? Да, ну, во-первых, у нас есть социальные сети. У Клуба гражданского образования Инстаграм, улкго-аккаунт, можно даже просто на простую почту prsobaka.ulkgo.ru Можно присылать свои идеи с контактами. Мы будем очень рады и обязательно пригласим к сотрудничеству активных и неравнодушных людей. Ну, ты подготовишь какие-нибудь свои предложения? Да, что-нибудь так, чтобы потом прийти туда, стоять вот так гордо и говорить, а это мое предложение. Все будут мимо проходить, потому что предложение, возможно, будет так себе. Как говорится, поживем, увидим. Но этим утром с нами были Елена Домашевская, директор ОНО «Клуб гражданского образования», и Елена Титова, координатор программы «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». Ну, мы пока загадываем желание, перемещаемся на своих диванчиках, а вы продолжайте смотреть наш эфир. Поехали дальше. Екатерина, серьезный вопрос к тебе. Бывает ли так, что ты вот очень хочешь сильно спать, и вот ты уже готова, но в какой-то момент у тебя в голове появляется вопрос, он не серьезный, он странный, но, например, кто сильнее, горилла или акула? Насколько процентов увеличивается объем риса в зависимости от времени его приготовления или о том, как чихают водолазы под водой? Ну, я представляю, что после таких вопросов у меня точно была бессонница. Бывают. Иногда я могу задуматься, но, например, что надеть завтра или как успеть сделать одно, второе, да, и потом все, бах. А задумывалась ли ты о том, можно ли заряжать свой мобильный телефон, крутя педали по, например, дороге на работу, если ехать на велосипеде? Ну, вообще, это классная идея, да, потому что проблема в том, что мой телефон постоянно разряжен. Кроме тебя, об этом задумались горячие финские парни. Но они решили заряжать не телефон, а электромобиль. В общем, условия задачи. 9 профессиональных велосипедистов, 1 электромобиль и 20 минут времени. Вопрос. Насколько они общими усилиями смогут зарядить автомобиль? Сколько, как ты думаешь, он потом сможет проехать на этой зарядке? В километрах. В километрах? Ну, дай бог, чтобы километров 100 проехал. Километров 100, как-то ты борщишь. В общем... Слушай, ну такие усилия, ради что? Ради километра, что ли? Ради двух километров. Боже! Так что ответ на этот вопрос теперь есть. Два километра всего лишь. Ну, как-то, в общем-то, маловато. Маловато, согласен. Можно было толкать машину тогда. Но вот Оксана Галеева в своей рубрике «ЗОЖ» успевает зарядить наших телезрителей на весь, между прочим, день. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской йоги, а также направление йога лица. В одной из рубрик я рассказывала о важности домашнего лифтинга, то, что мы можем сделать сами в домашних условиях, чтобы подтянуть свое личико. Конечно, очень важна работа именно мышц, выстраивание своей осанки, работа всего тела, ну а также локальное воздействие и работа с мышцами, окружающими наше лицо. В данный момент с мышцами головы. Итак, мы с вами уже разговаривали о подтяжении нижней части лица, а сейчас я вам скажу, для кого-то, может быть, просто напомню, что нужно делать для того, чтобы потянуть верхнюю часть лица. Ну, конечно же, нужно начать с движения, которые, с движения наших пальчиков, которые будут улучшать подвижность апоневроза головы. Лучше это делать разогретыми ладошками и пальчиками. Мы их растираем и начинаем массажными движениями проходить по всей голове. По всей, по всей, по всей. После этого мы можем активировать мышцу лобно-затылочное брюшко. Мы беремся пальчиками передней части нашего, верхней части нашего лица, лобное брюшко, и сзади ручки проскальзывают волосы на затылочной бугоручке. И начинаем вот такими движениями массировать, 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 и сходиться где-то здесь на макушке. И повторять это несколько раз, меняя степень воздействия на нашу кожу головы, то есть где-то нажимая. Затем мы с вами возьмемся за волосы, будь то челка, либо просто волосы, также на лобном брюшке и на затылочном брюшке нашей головы. И начнем волосы подтягивать вверх, достаточно силовым усилием прорабатывая все изнутри. После этого найдите венечную точку и потяните себя вверх. Как ее нужно найти? Ладошки, основание ладошек укладываем на самый верх ушек и соединяем свои средние пальчики. Вот примерно эта зона, где у маленьких детишек зона родничка, находится наша венечная точка. Мы можем понажимать на нее, а можем взяться за волосы и потянуть ее вверх. Вот таким образом. Ну а дальше воздействуем на зону височных мышц. Это тоже довольно-таки приятно. Мы берем противоположной рукой, правой рукой в данном случае к левому виску, и начинаем делать вот такие заглаживающие движения. При этом почувствуйте не просто, что у вас происходит на голове, а как подтягивается вся боковая линия лица. Мы здесь воздействуем и на скуловые мышцы, и на область глаза. И то же самое мы делаем с обратной стороны. Вот такие обычные, простые, незамысловатые движения будут способствовать улучшению цвета лица и состоянию вашей кожи. Я желаю вам хорошего дня, всегда оставаться красивыми, ухоженными и молодыми. Лето – это что? Лето – это отпуск. Планы, конечно, пришлось серьезно подкорректировать. Но общий настрой россиян на отдых никуда не улетучился. Все преисполнены желание все-таки посетить что-то новое, открыть для себя неизведанные какие-то уголки. Да, специалисты одного из сервисов по продаже билетов выяснили предпочтение жителей нашей страны путем анализа 6 миллионов запросов пользователей. В итоге большинство потенциальных пока еще туристов не строит долгосрочных планов. Почти половина выбирает авиабилеты на июль, 29% интересуют вылеты в августе, а на сентябрь ищут варианты для проведения отпуска 16% респондентов. Самый высокий спрос на перелеты по России – это 57,9%. Турция интересует на 3,4%. Пользователи Испании на 2,3%. США на 2,1%. Италия почти на 2%. Продолжим тему отпуска и возможности его организации в нашем следующем сюжете. Радик Арифулов путешествует в режиме нон-стоп. Турция, Грузия, Греция – ежегодно. Он покоряет минимум 5 стран мира. В 2020-м коронавирус внес свои коррективы. Сорвалась поездка на чемпионат Европы по футболу. Все планы – на отдых в России. Я думаю, что к осени все наладится на самом деле и спокойно можно будет путешествовать и ездить. Ну а пока в России на самом деле очень много мест. Байкал, Алтай, Камчатка. В августе мы поедем с ребятами в Хибины, в поход. Туристическая сфера оживает, правда, только надеждами. Эксперты не спешат прогнозировать точные даты стартов отпусков. Туристы то скупают путевки, то снимают бронирование после новостей про коронавирус. Впервые наблюдаю такую пустоту на главной площади Нахимова. Походу, прилив туристов не наблюдается. Режим самоизоляции в Севастополе снят для всех, кроме приезжих из других регионов и за рубежа. Они должны провести 14 дней в обсерваторе. Такие условия теперь во многих курортных городах России. Но 6 июня в Краснодарском крае и в Сочи откроются первые здравницы. На данный момент по Краснодарскому краю заявили об открытии около чуть больше 80 объектов. Но это те объекты, которые предоставляют санаторно-курортное лечение. То есть поехать дикарем и снять гостиницу не получится. Здесь нужно будет предоставлять всевозможные справки об отсутствии контакта. Тесты на ковид нужно будет сдавать. Сейчас из Ульяновска можно улететь только в Москву. Самолеты принимают Внуково и Домодедово. Рейсы в Сочи возобновят 29 июня, а в Севастополь и Санкт-Петербург 30-го. Меры безопасности придется соблюдать и в небе. Однако сажать пассажиров в шахматном порядке никто не станет. Ограничивать именно как раз авиакомпанию количеством мест в салоне самолета это не совсем правильно, потому что тогда авиакомпании вынуждены будут увеличивать стоимость билета. В Европе тоже ждут открытия летнего сезона и активно приглашают туристов. Но отдых там пока слишком рискованный вариант. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от поездок за границу. Однако есть и те, кто решил рискнуть. Смотрю самые дешевые билеты в более-менее бедные европейские страны. Румыния, Сербия, Венгрия. Пока Венгрию нашу, ну, не знаю, как получится. Увидеть новые и посетить хорошо знакомые места, открыть для себя красоту родного края, советуют в региональном агентстве по туризму. Уже разработан проект «Время отдыхать» в Ульяновской области. Проект «Время отдыхать» в Ульяновской области – это цикл экскурсионных маршрутов по нашим достопримечательностям, связанных с национальным парком Сенгелеевские горы, связанных с нашим парком Скрипинские кучуры. Открывать для себя Ульяновскую область уже начал Алексей Мороховец. Хотя еще в марте с семьей они планировали отправиться в Марокко. По сути, заново открываем Ульяновскую область. Кто здесь, кто там. То есть какие-то эти новые уголки. И уже все объездили, уже не знаю, куда поехать. Были в Радическом районе, когда пион звел. То есть много лет туда не выезжали, а тут решили выехать, потому что альтернатив нет. Плата за место под солнцем не повысится, говорят эксперты. В июне ценник в санатории Краснодарского края – 20 тысяч рублей. Однако отдых точно не будет прежним. Никаких дискотек, концертов и массовых экскурсий. В списке рекомендаций от Роспотребнадзора сотни пунктов. Социальная дистанция, масочный режим для персонала, дезинфекция помещений. Если же такой отдых вам не по душе, а путевка уже куплена, не расстраивайтесь. Откройте депозитный счет у туроператора и воспользуйтесь им до конца следующего года. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Продолжаем летнюю тему. Что делать, когда отпуск начался, поездки за границу отменены, дачи нет, а на солнышке-то побывать хочется? Ну, пляж. Пляж, мне кажется, отличный выход из ситуации. Тут тебе и солнце, и воздух, и вода, которые, как мы еще с детства помним, наши лучшие друзья. Тут и оно, что сейчас лучшие друзья – это антисептики, маски и перчатки, без которых даже в магазинах хлеба не продадут. Ну, тогда можно придумать что-нибудь свое околопляжное. Опасно. Так, например, в Москве нарушители самоизоляции устроили пляж на крыше банка и загорали там на лежаках. В итоге 13 человек были задержаны полицией за нарушение режима. Вот такие дела. И что самое интересное, сообщили об этом стражам правопорядка. Это внимательные граждане. Ну, вот так. Подглядывали просто. Так бы и сказали. Завидовали. Я слышала об этом. И, кстати, когда полицейские приехали на место, то не обнаружили отдыхающих, которые успели переместиться. В одну... Они как... Не обнаружили, потому что они быстренько сбежали в другую квартиру. Молодцы! За нарушение режима самоизоляции 13 человек были доставлены в опорные пункты полиции для составления административного материала. Так, все. Перестаем пугать друг друга. Потому что все-таки пляжный сезон, и люди будут как-то изловчаться. Телезрителей тоже не будем пугать. Что, Ульяновск готовится к пляжному сезону? Расскажем об этом далее. Маска, перчатки и купальник. Новый пляжный тренд 2020 года. На некоторых курортах запрещается гулять без специальной экипировки, но на ульяновских пляжах она не обязательно. Официально об открытии летнего сезона никто не говорит, но специально отведенное место отдыха к нему готовят. На центральный Уорский пляж было завезено 260 тонн песка. Проведены гидравлические испытания. Система подачи водоснабжения в большой, средний и малый бассейн. Бассейны заполнены, но они будут слиты до открытия купального сезона. Покрашены лавочки архитектурной формы. Ежедневно собирается и вывозится мусор, просеивается песок. Волга у берегов тоже теперь чистая. О порядке на дне позаботились ульяновские спасатели. Лавочки и кабинки для переодевания обрабатываются специальным раствором. К купальному сезону все готово, но воду заходить даже на специальном пляже запрещено. Официально плавать никто не разрешал. Ульяновские власти не берутся говорить, когда можно будет подойти к воде. На данный момент проведены водолазные обследования. Акватории получены акты на водолазное обследование. ГИМС принимать будет уже, когда будет постановление об открытии купального сезона. Какую маску в этом году выбрать, пока непонятно. Да и стоит ли выбирать? Ведь официально об открытии летнего сезона никто не говорит. Несмотря на это, на центральном пляже Ульяновска уже многолюдно. Мы сегодня второй день уже здесь. Вчера мы оценили обстановку. Сегодня, как видно, техника работает. Пляж готовится. Я думаю, что все будет хорошо. А обычно вы когда открываете свой летний сезон? Обычно в июне и в Турции. В этом году наше море будет нас радовать, я думаю. Игры, волейбол, прогулки даже в будний день. Путь на пляж ульяновцам никто не преграждает. Соблюдение положенной дистанции никто не контролирует. Народные дружинники на патрулирование пляжа выйдут только после официальной отмашки. Пока за порядком следят работники места отдыха и сотрудники МЧС. Как и в прошлые годы, дружинники совместно с правоохранительным органом будут патрулировать официально разрешенные места отдыха и купания к охране общественного правопорядка. Они приступят в этих местах, как только будет определена дата официального открытия пляжного сезона. Зоны отдыха официально закрыты, но погода продиктует свои правила, перед которыми ульяновцам будет все сложнее находиться дома. Маргарита Мутишинская, Валерий Кулачков, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Первый анализ ситуации показал – вирус занесен в больницу пациентам с ковид. В район сразу же направились специалисты Роспотребнадзора, главный эпидемиолог области и представители регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Источник заболевания в Новом Уклинском районе – это, во-первых, сотрудники, это граждане, которые работают за пределами региона и прибывшие на отдых в Новом Уклинский район. К утру 4 июня работа больницы восстановлена. Проведена тотальная дезинфекция всех помещений. Терапевтическое отделение отправлено на обсервацию. В отдельно стоящем здании на территории больницы запустят отделение для больных с пневмонией и подозрением на коронавирус. Мы очень серьезно будем разбираться с виновниками допущенной вспышки. Проведем глубокую проверку с детальным анализом причин со стороны Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Ульяновской области, которые дадут оценку действиям и руководства больниц и муниципальных властей. Дорогие друзья, важнейшей задачей на сегодня остается поддержание и восстановление экономики региона. Как я уже говорил, мы разработали план по ее возрождению, который разрабатывался синхронно с общенациональным планом восстановления экономики. План состоит из пяти блоков. Включает в себя 100 мероприятий. Одним из важнейших составляющих плана стал блок по развитию инвестиционной деятельности, которая должна стать основным рычагом возрождения региональной экономики. И я хочу отметить, что несмотря на трудности и стагнацию деловой сферы всей нашей страны, в Ульяновской области объем инвестиций в основной капитал за первый квартал 2020 года увеличился в два раза и составил более 15 миллиардов рублей, что больше уровня 2019 года на 8,6 миллиарда. Столь значительному росту данного показателя способствовала проводимая инвестиционная политика на территории Ульяновской области. Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, работа по привлечению инвестиций в регион не остановилась. Мы не снижали свою деловую активность. Сейчас стоит важнейшая задача по созданию новых предприятий, новых рабочих мест для жителей региона. Ведь многие потеряли работу. Участие людей значительно снизился доход. Поэтому сегодня, как никогда, важной становится усиленная работа над созданием промышленных площадок. Это аппаратные программы, то есть психологические тесты, стрессовые тесты. Дальше мы проходим в рост вес. Все по сквозному принципу, не выходя в коридор. После регистратуры пациент попадает к стоматологу. Затем проверка уровня сахара и холестерина. Следом оценка состояния дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 40 минут обследования и полученные результаты у терапевта. По итогу он консультируется у врача-терапевта и он уже дает дальнейшие рекомендации. Либо мы его наблюдаем и рекомендуем подойти им повторно, если какие-то выявляются факторы. Либо назначаем посещение своего лечебного учреждения по месту жительства. Для поддержания здоровья ЛФК это неотъемлемая часть. Терапевт Центра общественного здоровья может порекомендовать пациенту курс лечебной физкультуры. А если же сейчас групповые занятия запрещены, то индивидуальные приветствуются. Велодорожка, шведская стенка, палки для скандинавской ходьбы. Здесь, в кабинете лечебной физкультуры, инструктор расскажет, как правильно выполнять необходимые упражнения. Каждому индивидуальный подход. В период пандемии центр закрыли. 2 июня он возобновил работу. Сейчас прием пациентов ведется по предварительной записи. В Ульяновской области 7 стационарных центров здоровья. В этом году появится и мобильный. Что такое общественное здоровье? Вы видите, что это по большому счету огромный внутренний потенциал общества, который способен обеспечить национальную безопасность. В период сложной эпидемиологической ситуации предупредить развитие заболеваний – одна из главных задач региона. Поэтому в Ульяновской области запустили отделы охраны здоровья. Разрабатываются программы, муниципальные программы по укреплению здоровья населения муниципального района. Кто-то работает более активно, например, Чердоклинский район, Радищевский район, Старокулаткинский, несмотря на то, что у них очень большая доля населения пожилого возраста. Напомним, в регионе сейчас также действует проект «Разговор с доктором». Получить консультацию можно онлайн. Был бы интернет. Марина Тимофеева, Бухтияр Салтанов, репортер «73». Захожу, диван у меня мокрый. И у меня вот где-то две недели протекло это все. Судились. Документы вон есть. Управляющая компания нам около 90 тысяч должны. Крыша течет, а света нет. В двух комнатах и части коридора. Около двух лет пенсионерка Флера Абдулина живет в условиях, приближенных к ЧАЭС. И до сих пор проживает шокирующий случай, когда в подъезде замкнула проводка, а ее чуть не убило током. Это ужас был. Кто не видел. Да, вот это надо видеть. Тут стреляет. До головы меня. Вот я не отходила долго. Прямо это со мной плохо было. Столько пожарных машин приезжало тут. Всему виной провальная крыша. 19 плит перекрытий пришли в негодность. Сей факт запротоколировала специальная комиссия, наградив достаточно моложавое строение титулом «аварийное». Как же так получилось, что дом, отстроенный всего в 1988 году, оказался вдруг в списке аварийных? Давайте разберемся. Строился он тогда так называемым хозспособом, то есть неаккредитованной компанией. Строился для вьетнамцев, которые в то время работали по программе на моторном заводе. Ну, затем программа удачно завершилась, вьетнамцы разъехались, россияне остались и до сих пор. Латают дыры и решают оставшиеся проблемы таким нетрадиционным способом. Посмотрите вот сюда. Ну и внесем свою лепту. Залепим дыру. Управляющая компания предложила реконструктивное решение стоимостью в 6 миллионов. Всю крышу снять, нужно вот эти вот 19 плит демонтировать, убрать, смонтировать новые плиты и сделать вновь кровлю все. Это оно, реальная цена. Но это же ведь не в один раз, там платеж-то. Это же, ну, там с расстройки до 44-го года. Обозначена и альтернатива. Давайте мы вам настроим шестой этаж. Какой шестой этаж, мы ему стали говорить, у нас цоколь, отмостка, все проваливается. Постоянно подмывает, потому что ничего не делалось в течение вот 30 лет. У нас по капитальному ремонту стоит 35-й год. Но до 35-го года, конечно, этот дом нас не выдержит. И мы собирали тоже собрание, протокол о переносе срока капитального ремонта на 20-й год. Не тут-то было. Раз аварийный, капремонту не подлежит из списков убрать. Но и расселять жильцов, предоставив им аналогичные квадраты, никто не торопится. С октября 2019-го актив дома в хождениях по инстанциям и мукам. Конструктивного диалога не складывается. Люди готовы платить, но на паях с теми, кто помочь в сложившейся ситуации должен. Времени в обрез. Если мы, как говорится, еще год максимум или два не примем такие меры, то чревато может быть то, что, как говорится, вот эти плиты там обрушатся. В честь взаимодействия, конечно, это будет там падать. И может там рухнуть дом, кто все знает. Это ведь чревато всем чему угодно. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Ульяновские перевозчики один за другим в начале апреля снизили стоимость проезда на 3 рубля. Логика ясна. Меньше цена, больше пассажиров. Больше в кавычках, со скидкой на коронавирус. Пустые салоны водители маршруток богачами не сделали. Режим самоизоляции в Ульяновске постепенно снимают. Многие предприятия вышли на работу, а значит повысился поток пассажиров в общественном транспорте. Цены для ульяновцев приятные. Всего 20 рублей за поездку. Вскоре вернут привычные тарифы. Но когда именно? Вопрос оказался не из простых. Как для регулирующего органа, так и для самих перевозчиков. Очевидно, что прежнюю цену снова потребуют. Но конкретных дат никто не называет. Руководство маршрутов предпочитает отмалчиваться. Рядовые водители только предполагают. Пока ситуация не нормализуется, я думаю, так и будем ездить. У народа тоже денег нет. Приходится понимать. Поток увеличился сейчас со снятием самоизоляции? Ну, последние две недели чувствуется немножко. Но незначительно вообще. То есть не сравнить с тем, что было раньше. Нелегко всем. Руководство Ульяновска электротранса сообщает, что тратит колоссальные средства на индивидуальную защиту сотрудников и дезинфекцию вагонов, не снижая при этом расходов на обслуживание транспорта. Пассажиров стало меньше, но стоимость билетов не изменилась. Так что роста цен не будет. Стоимость проезда на сегодняшний момент составляет у нас 20 рублей за наличный расчет и 18 рублей по банковской карте электронному кошельку. Несмотря на такое сложное время и тяжелое для нашего предприятия, вопрос увеличения стоимости проезда в городском наземном электрическом транспорте не планируется. Выкарабкиваться из кризисной ямы будет непросто, но резкого подъема цен в Ульяновской области не допустят ни в одной отрасли, в том числе и в сфере пассажирских перевозок. Маргарита Матюшинская, Валерий Клочков, репортер 73. Все в мыле выражение, которое в реалиях 2020 года приобрело позитивный контекст. Чистейшие остановки без микробов и вируса, сон педанта, воплотившийся в жизнь. Практически каждый день ульяновские коммунальщики наводят лоск на улицах города, обрабатывая их специальными растворами. Работники шутят, стерильнее только в операционной. Начался второй этап тотальной обработки территории Ленинского района. Обрабатываются проезжие части, тротуары, детские площадки, но в том числе и остановочные павильоны. Дезинфектанты не могут нанести вреда здоровью человека или животного, но приходить на обработанную территорию рекомендуется только через 5-7 минут после проведенных работ. Маргарита Матюшинская, репортер 73. Маргарита Матюшинская, репортер 73. Гриб и даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Вы давно вместе и, кажется, знаете о нем все. Он не устает напоминать о тебе и даже порой делает вам больно. Хватит терпеть геморрой и избавьтесь от него. Обращайтесь в С-класс клиник. Современный проктологический центр. Опытные врачи. Успешная практика лечения геморроя. Тысячи вылеченных пациентов. Комплексное обследование у проктолога. Всего 350 рублей. 44-69-69. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Партнер прогноза погоды – многопрофильный медицинский центр С-класс клиник. По данным сайта Гесметио, 5 июня в Ульяновске малооблачно. Небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха по области ночью плюс 13-17 градусов, днем 21-25 выше ноля. В областном центре ночью от 14 до 16 тепла, днем плюс 22-24. Ветер западный с переходом в преимущественно южный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба. Вы давно вместе. И, кажется, знаете о нем все. Он не устает напоминать о тебе. И даже порой делает вам больно. Хватит терпеть геморрой. Избавьтесь от него. Обращайтесь в С-класс клиник. Современный проктологический центр. Опытные врачи. Успешная практика лечения геморроя. Тысячи вылеченных пациентов. Комплексное обследование у проктолога всего 350 рублей. 44-69-69. С-класс клиник. Работаем ежедневно, без выходных. 44-69-69. Получить знания, не выходя из дома. Эпоха коронавируса повлияла на многие сферы нашей жизни. Сейчас адаптироваться вынуждены все, в том числе и школа. Для подготовки выпускников сдачи государственной итоговой аттестации в Ульяновской области наш канал запустил телеуроки. Разбираем основные вопросы и ошибки вместе с профессорами в эфире на 21-й и 9-й кнопке ежедневно. Кроме воскресенья с 8 утра. А очередным секретом успешной сдачи итогового экзамена поделится с нами один из выпускников прошлого года. Традиционная рубрика «100 баллов для победы» далее. Всем здравствуйте. Я Капранова Анна, выпускница 2019 года Вишканского лицея при ЛГТУ имени Бориса Петровича Зиновьева. Я сдавала единый государственный экзамен в 2019 году и по итогу стала в высокобальнице по такому предмету, как русский язык. Действительно, как и для многих выпускников, для меня единый государственный экзамен стал определителем моей судьбы, как можно сказать. Потому что благодаря нему я поступила на бюджетную основу в Ульяновский государственный педагогический университет. Скажу, что ЕГЭ — это непростое испытание, но которое необходимо не бояться, а наоборот нужно всем выпускникам работать и как можно больше учить. Как показал опыт и мой, и моих сверстников, что ЕГЭ — это лотерея. Так можно сказать, потому что ты не знаешь, какой тебе вопрос может достаться. Тебе может повезти и достаться достаточно лёгкий для тебя вопрос, который ты уже решал, на который ты знаешь ответ. А может также достаться и вопрос, который слишком будет тяжёлым для тебя, и ты не будешь знать ответ. И поэтому я желаю всем выпускникам как можно больше учить, как можно больше решать. Вот осталось немного времени, и всё это время посвятите решению Кимов. Отдохнуть вы всегда успеете, но главное сейчас — учить, решать. Если вы будете как можно больше решать, то вы что-то и запомните. Желаю всем удачи при сдаче единого государственного экзамена и при поступлении в ВУЗы России. В понедельник мы провели наших телезрителей за кулисы Земского театра. Рассказали о создании, развитии и поддержке театров в муниципальных образованиях области. В пятницу традиционно продолжаем это путешествие по за кулисью. Мы открыли наш земский театр спектаклем «Звуки открытых окон». Почему звуки? Почему открытые окна? Дело в том, что за каждым окном своя история, своя судьба. Грустная, веселая, счастливая. И мне очень хотелось показать эти житейские истории людям. Потому что, понимаете, сегодня настолько забыты слова честь, достоинства, взаимоуважения, взаимопомощь, взаимовыручка, честность, доброта. И у нас спектакль все на эту тему. И мне очень хотелось, чтобы люди это увидели, почувствовали. И у нас получилось. «Звуки открытых окон» – пьеса, состоящая из трех этюдов. Три истории разных семей, каждая со своими особенностями, проблемами. Истории выдуманные, но такие реальные и жизненные. Здесь Наталья Шубина выступила не только режиссером, но и драматургом. Я поняла одно, что я не могу оставить людей, которые ко мне пришли за кадром даже на второстепенных работах. Да? Костюмер, декоратор и так далее. Они все хотят, они все рвутся на сцену. Поэтому и писалась пьеса именно для людей. Еще одна премьера Земского театра состоялась 6 декабря. Это был дебют младшего состава труппы. Самым маленьким артистам всего 5 лет. В основе спектакля «Судьбу нам пишут небеса» эпизод повести «Синяя птица» Мориса Миттерлинка. Это история о том, как дети отправляются на Землю каждый в свой черед и со своим предназначением. И о том, как дум любящим сердцам пришлось расстаться. Да скоро время, когда она спустится на Землю, меня уже не будет. Я не увижу его. Мы будем так одинаки. Да ведь он идет не умирать, а жить. Он будет писать о тебе стихи. Иди. Подай мне знак хоть какой-нибудь. Скажи, как мне найти тебя на Земле? Я всегда буду любить тебя. Я всегда буду искать тебя. Основа Миттерлинка – все остальное полет фантазии режиссера. Тут и современная музыка, и стихи Эдуарда Осадова и Александра Кочеткова, и язык жестов и танца. Пластику я всегда делаю для спектакля. Почему? Потому что то, что иногда нельзя сказать словами, можно сделать жестом, движением. Ведь главное спектакль – это действие. Ведь очень часто в нашей жизни слова нам мешают. Можно иногда промолчать, и глаза скажут все. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них. И каждый раз на век прощайтесь, и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг. Репертуар Земского театра пока не богат, но в этом есть своя прелесть. Земчане только в начале «Большого пути» и «Труппе» предстоит познакомиться ближе с великими классиками – Чеховым, Горьким, Островским, Вампиловым, Гарсье де Лорко. Наталья Шубина мечтает ставить спектакли по произведениям высокохудожественной литературы, а также на основе краеведческих и документальных материалов своей большой и малой родины. Всю неделю мы с Валерией Лободой, ну в основном она, конечно, придумывала, а мы просто наблюдали, придумывали, фантазировали, резали, пилили и приклеивали. В общем, полезно и приятно проводили свободное время за творчеством, работая руками и головой. Точно. Чтобы привнести в интерьер что-то уникальное и созданное именно своими руками. Предлагаю не останавливаться на достигнутом и посмотреть очередной удивительный мастер-класс в рубрике «Стиль». Доброе утро, дорогие телезрители! Я рада вас приветствовать в рубрике «Стиль». И сегодня мы с вами говорим о том, как сделать вашу квартиру модной и стильной с помощью предметов интерьера, которые можно сделать своими руками. Я говорю о декоре. Сегодня мы будем с вами декорировать зеркало, потому что зеркал в доме много не бывает. Я подготовила для вас шестиугольное зеркало, которое можно купить в любом строительном гипермаркете города. Кроме зеркала нам еще понадобится некое количество тонкой веревки. Но опять-таки она у нас джутовая, потому что весь сезон этого года пронизан эко-трендами. А что может быть более экологично, чем веревка из натуральной ткани? Итак, мы берем с вами веревку, я уже заранее отрезала полтора метра, полтора метра, может быть чуть-чуть побольше. Кладем веревку на зеркало, пропускаем, оставляя петлю, пропускаем другой край веревки под зеркалом, желательно это делать ровно, и затягиваем зеркало в петлю. Сделать это можно достаточно просто и быстро. И когда вы будете затягивать зеркало в петлю, затяните его максимально туго, насколько это возможно. Если в вашем доме есть мужчина, попросите его, главное, чтобы он не перестарался. После того, как мы с вами затянули зеркало в петлю, у нас получилась вот такая нехитрая конструкция. Теперь мы раздвигаем части веревки к краям зеркала. Это одновременно и крепление, и декор нашего отражающего полотна. Оставшуюся часть веревки мы будем использовать в качестве подвеса. Нам сюда же понадобится обычное металлическое кольцо. Я, например, в этот раз сняла кольцо со своих штор, вернее, со своего настенного карниза. Очень часто бывает такое, что при покупке фурнитуры для штор они остаются. Так вот, они пригодились. Теперь мы это кольцо кладем под части веревки сверху, на той высоте, на которой вы собираетесь повесить свое зеркало. Вы берете кольцо и кладете его под две части веревки. Пропускаете веревку внутрь кольца и разводите веревки в две стороны, чтобы удобнее было вязать узелки. Далее правую часть веревки вы проводите под парой веревок. Левую часть накрываете правой частью, нахлестываете, продеваете в отверстие, которое получилось, и туго затягиваете. Туго-туго, чтобы наш узелок хорошо держал наше кольцо. И повторяете эту процедуру еще несколько раз. Для этого можно взять более длинную веревку, но остерегайтесь, потому что веревку более двух метров очень тяжело и неудобно вязать. Итак, повторяем процедуру. И завязываем так еще некое количество узелков. Вы можете завязать их до самого низа, а можете сделать просто два или три. Таким образом у нас получается с вами вот такое крепление для веревки. Вместе под узелками их можно склеить и обрезать. Далее, чтобы это зеркало выглядело повеселее, скажем так, Далее мы берем другую часть веревки и пронизываем ее под нашими веревками, которыми уже задекорировано зеркало. Пронизываем сначала под одной, под правой. Вытягиваем на, например, 30-40 сантиметров и отрезаем. Для того, чтобы отрезать, нам понадобится обычный строительный резак. Делается это все не очень сложно. Далее делаем то же самое для левой стороны. И заодно здесь же сравниваем длину, которая нам нужна, чтобы они у нас получились примерно одной длины. Легким движением руки отрезаем нужную длину, убираем ненужную часть, соответственно, веревки. Завязываем узелки, просто чтобы оно держалось. Сначала на одной веревке, потом на второй веревке. И среднюю, и две части веревки, которые у нас получаются в середине, мы связываем чуть ниже центра. Связываем опять-таки на двойной узел. Для того, чтобы у нас получилась некая своеобразная бахрома. И распушаем, насколько это возможно, оставшиеся концы веревки, чтобы они были немного неопрятные. Таким образом, мы придадим больше эстетики нашему стилю боха. Потому что боха — это все-таки эклектика, это некая цыганщина и даже такое легкое отношение к жизни. Поэтому, если у нас с вами будет некий беспорядок в декорировании зеркала, это только придаст шика нашему изделию. Итак, нам осталось только повесить это зеркало на какую-то одну из своих стен и, соответственно, расправить нижние веревочки, которые висят. Поверьте мне, такой декор вполне себе вписывается в стиль боха и будет хорошим завершением декорирования вашего интерьера. Для того, чтобы ваша квартира всегда была стильной, модной и уютной, смотрите нашу рубрику. И тогда ваш дом превратится в место вашей силы. Доброе утро! И мы продолжаем начатую тему НКО. И проектов всевозможных. Нужных, важных, интересных. И сегодня у нас в гостях, этим утром, Елена Домашевская, директор ОНО «Клуб гражданского образования» и Елена Титова, координатор программы «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». Доброе утро, Елены! Доброе утро! Две Елены, обе прекрасные и мудрые. И нам загадывать желание, поэтому сейчас мы тоже и Костю оператора к нам. Костя, и Тюм. Первый вопрос, такой основной для всех, в общем, кто приходит к нам в столь ранний час. В чем секрет бодрого, свежего и хорошего утра у вас? В чашке кофе, конечно же. У нас все для этого есть сегодня, для бодрости. Ну, для меня, наверное, секрет бодрого утра в том, чтобы в предыдущий день было достаточно физической активности. Я в последнее время стараюсь не менее 10 тысяч шагов в день сделать. Сейчас фитнес-клубы пока, к сожалению, закрыты, поэтому вот именно через прогулку стараюсь наверстывать. И очень здорово после этого просыпаешься таким отдохнувшим и бодрым. Я теперь чувствую себя какой-то нездоровый образ жизни, что ли, еду. Нет, но кофе я тоже пью. Просто кофе? Нет, я его тоже пью. Ну, давайте к проектам. То есть чем будете удивлять, какими проектами, чего ждать ульяновцам? У нас буквально вот две недели назад такое случилось чудесное событие и радостное. Сразу два литературных проекта ульяновских некоммерческих организаций победили в федеральном конкурсе и получили поддержку Российского фонда культуры. Для программы «Ульяновский литературный город ЮНЕСКО» это очень важно. Партнерство с некоммерческими организациями, реализация совместных проектов. Потому что это позволяет найти ту самую синергию города, горожан, имиджа города, взаимодействия писателей, читателей, библиотекарей. То есть всех тех, кто любит книгу и печатное слово. Ну и электронное сейчас, конечно, тоже. То есть печатное в обширном смысле этого слова. Первый проект это детская международная детская литературная резиденция. Мы надеемся, что, конечно же, карантинные меры будут у нас и вообще вирусы все покинут нашу страну непременно. И мы проведем все это в срок, в запланированное нами время и в августе. Здесь, в Ульяновске, состоится международная детская литературная резиденция. Автор этого проекта это автономная некоммерческая организация «Профи-центр» Елена Сорокина, Константин Ильин, наши друзья. В чем суть, собственно, да? В чем суть, самое интересное? Потому что я резиденция сразу Деда Мороза представляю. Это штамп. Да, да. Мне кажется. Ну вот, мы всех удивим. То есть Деда Мороза не будет, сразу могу сказать. Август, август. Дедушки еще нет. Так вот, мы приглашаем к сотрудничеству международную сеть «Содружество библиотек» имени Сергея Михалкова. Такие библиотеки есть во многих городах и в нескольких странах. Например, такая библиотека есть даже в Ирландии. Поэтому через конкурсный механизм, через проведение интернет-конкурса «Я писатель» мы пригласим такой творческий тандем библиотекаря и читателя. То есть это детские библиотеки, соответственно, юных читателей. И выберем лучших, конечно же, и пригласим их сюда. Ну, с участием, конечно же, резиденция будет проводиться и переводчиков в том числе, поскольку, чтобы общение наше было продуктивным. Дни в Ульяновске будут для ребят очень насыщенными. Образовательная программа будет насыщенная. Каждый день будет каким-то тематическим. Будем приглашать блогеров, режиссеров, сценаристов, писателей, поэтов, естественно. В том числе не только ульяновских, но и российского уровня, да. Результатом резиденции станет издание книги, в которой ребята опубликуют свои работы. То есть это будет такой продукт международный, с международной составляющей. Также в рамках этого проекта мы не можем обойти актуальность цифровизации в наше время. Не смогли обойти. Поэтому в проекте предусмотрено онлайн-обучение. Профи-центр — это одна из тех организаций, которая в период пандемии смогла буквально за три дня перевести все обучение ребят из малобеспеченных семей в онлайн-форматы. Поэтому это, конечно, их козырь, их конек. Мы тут в профессионализме абсолютно уверены. С нашей стороны мы попросили, чтобы это было обучение для библиотекарей. Да, вот такой вот формат, когда библиотекари смогут узнать какие-то новые тренды, тенденции в ивент-индустрии. Потому что уже недостаточно для библиотекарей просто к нему читатель пришел и книжку вручить. То есть это какой-то более уже широкий спектр воздействия должен библиотекарь на читателя оказать. И чтобы это были не лекции какие-то. Ну, то есть избавляемся от устаревших форматов и внедряем новые. То есть тишины в библиотеке не будет? Мне кажется, нет. Уже все. Прошло то время. Тишины не будет. Будем рассказывать библиотекарям о том, что знаем и умеем сами. То есть это об использовании инструментов маркетинга, пиара, в создании таких событий интересных. Все это позволит, конечно, привлечь библиотеку читателей. Что для них, конечно, и для нас это самое важное. Вот. Ну и еще одна составляющая, тоже важная часть проекта, это интернет-обучение тоже по русскому языку. То есть нам бы хотелось сделать такой видеокурс про русский язык, который был бы не скучно интересным, не скучный, а интересным, что я хотела сказать. Когда, посмотрев видеоурок, мы точно поймем, там, не знаю, как писать не и ни, как прямую речь, не знаю, выделять, да. Кстати, да, мы сразу вас приглашаем, мне кажется, телеведущие. Было бы интересно. Да, это те, кто могут. И ребят в резиденции поучить, и, в принципе, в видеоуроках тоже поучаствовать в записи. Приглашаем к участию. Ну и второй проект, это проект Ульяновского клуба гражданского образования. Международный фестиваль, книжный фестиваль «Амфибрахи». Вот Елена про него подробнее расскажет. «Амфибрахий». Да, «Амфибрахий» — такое необычное название. Сейчас у нас уже в работе очень креативные логотипы. Я думаю, в ближайшее время мы их уже покажем миру. Может быть, даже пригласим жителей нашего города поучаствовать в выборе финального логотипа. Международный литературный фестиваль «Амфибрахий» — это площадка городская. А это большой фестиваль, который мы планируем провести на улице Федерации. Сделать ее на этот день пешеходной. Два года назад был такой опыт, проводился в городе джазовый фестиваль. Мы тоже участвовали в организации. В общем-то, положительные были отзывы. Такой формат городской, он востребован. И поэтому, в общем-то, мы предлагаем на одной из городских улиц сделать фестиваль. Идея фестиваля в том, чтобы показать удивительные свойства литературы, пронизывать нашу повседневность через абсолютно все, что нас окружает. Через музыку, через творчество, даже через кулинарию. Поэтому на территории фестиваля будут организованы самые разнообразные площадки. И интеллектуальная площадка, творческие. Мы приглашаем к участию писателей, артистов, музыкантов. То есть каждый сможет найти на этом фестивале себе что-то по душе. Прийти всей семьей, получить огромное удовольствие, узнать для себя что-то новое, в том числе о современной литературе. Мы, конечно же, особую роль выделяем нашим местным, ульяновским и особенно молодым писателям и литераторам. Хотим, чтобы как можно больше людей узнали об их творчестве. И, безусловно, это будут и арт-объекты, и самые разные креативные форматы. Мы уверены, что именно такие мероприятия делают города по-настоящему креативными, душевными. И создают вот эту незабываемую атмосферу. Здорово. Кому как не ульяновску проводить, собственно, такой фестиваль? Потому что тут и Гончаров, и Карамзин, и Языков, там, наследие – это ого-го какое. И его, кстати, тоже, наверное, забывать не будете. Конечно, конечно. Как-то все в параллель будет проходить. Современных поэтов тоже наших можно вспомнить. Да, тут и у нас и Данила Ноздряков, и Игорь Улитин, Калу Узрютов. Это те авторы, которые печатаются, чьи книжки на зоне продают. Мало кто знает об этом в нашем городе. Вот это да. Но там будут возможности подойти, взять книгу почитать, или сами авторы будут читать? То есть это тоже будет такой формат? Или как это будет? Вот благодаря поддержке Российского фонда культуры, то есть в чем выражается особая ценность такой поддержки грантовой, финансовой, в том, что это позволяет нам шагнуть немножко, так скажем, на уровень выше. И это позволит пригласить писателей российского уровня, которые смогут повстречаться и с горожанами, и провести автограф-сессию. И мы хотели бы, чтобы авторы приглашенные поработали с нашим профессиональным литературным сообществом в плане какого-то профессионального такого какого-то обмена, там, мозгового штурма, еще чего-то. Может, мастер-класс? Да, да, в формате какого-то мастер-класса. Надеемся, что, опять же, все случится, и мы сможем это сделать прямо на улице Федерации, да, в одном из баров, ресторанов, да, то есть такой интересный формат. Ну, или прямо на улице, то есть в фестивале обязательно будет центральная сцена, то есть все приглашенные авторы будут и на сцене тоже представлены, представят свое творчество на сцене, да. Ну, и, конечно, сцена, она для чего, да? Ну, даже для музыки, да, для музыки. Песни — это тоже печатное слово, да, это тоже стихи. Ну, а сказки? Я просто представляю, что я бы пошла бы с детьми. Тебе сразу сказки? Да, я бы пошла с детьми, и вот они бы вот послушали бы сказки. Ну, вот я тут вот сразу, мы о детской площадке обязательно, конечно, мы не забудем про детей. Мы несколько лет назад уже проводили такой фестиваль «Окно в сказку» у нас был, вот. Но здесь нам бы хотелось сосредоточиться именно на формате семейном и в формате вот профессионального литературного сообщества, то есть такие вот сделать составляющие. Показать, как литература живет вообще в разных жанрах творчества и искусства, да, то есть через художников, да, через... у нас появятся обязательно арт-объекты и изобразительные искусства связанные. Нам сама жизнь подсказала, с чего начать на самом деле. Буквально несколько дней назад, 24-го... у нас месяц-то какой? Майя. 24-го мая был день рождения Иосифа Бродского, да, и мы знаем в медийное сейчас пространство заполнено этой информацией, как в Санкт-Петербурге. Закрасили. Да, закрасили Бродского. Литературный город ЮНЕСКО не мог не отреагировать на это событие. Мы сразу же ночью отправились на улицы города и проецировали эту самую фотографию в разных местах, на разных стенах нашего города. Это отлично. Мы с Бродским... Ульяновскому в Ульяновске понравилось, нам с ним тоже, да? Так и более того, мы знаем, что Бродский, когда ему было 19 лет, он проезжал не сам Ульяновск, но был поблизости в стране Индзе, да? В стране Индзе. В стране Индзе. Это утро, утро с козленок кофе. Кроме прогулок кофе. В той части, где Индзе, я имею в виду. То есть, в общем-то, в самом городе не был, но на территории нашего региона побывал. Это тоже такой знаковый момент. Ну и плюсик, соответственно, тоже можем поставить. А у меня возник вопрос по поводу фестиваля. Будет ли открытый микрофон? Опасная тема такая, опасная тема. Но я думаю, без этого не обойтись, потому что мы все в юности, наверное, не знаю такого человека, который не писал, да, и не пробовал себя, по крайней мере, в поэзии точно. Вот, а кто-то, может быть, и рассказывает... Я точно пойду выступать на открытый микрофон. Не вопрос вообще. В твоем контенте, я уверена. Вот, у нас уже был такой опыт в прошлом году на поэтической аллее, на улице Гончарова, у нас был открытый микрофон. Замечательно, чудесно, душевно. Все, по-моему, с пониманием относятся к тому, что это улица, город и гуляют дети, да. Но как-то в рамках приличия вроде бы ничего такого никто не произнес. Ну, то есть предварительного отбора здесь не существует, да? Тогда я пролечу мимо. Там дети же рядом. Знаете, вот вообще, уже даже пока мы здесь сидим, вы уже предложили несколько интересных идей, и мы бы хотели тоже воспользоваться тем, что мы сегодня здесь, на этой прекрасной площадке, у вас в гостях, и пригласить жителей нашего города, нашей области к внесению предложений в программу, потому что мы открыты предложением. Есть общая концепция, есть общая идеология, мы ее рассказали, есть какие-то центральные вещи, которые точно будут, но вот такие какие-то идеи, изюминки. Чтобы было бы самим его интересно. Да, мы с огромным удовольствием примем все идеи, и если все это будет в общую конву ложиться, то с удовольствием включим в программу. Поэтому мы открыты идеям, инициативам, предложениям. Тогда самое главное, куда их направлять? Да, ну, во-первых, у нас есть социальные сети у Клуба гражданского образования, Инстаграм. Улкго аккаунт. Можно даже просто на простую почту prsobaka.ulkgo.ru Можно присылать свои идеи с контактами. Мы будем очень рады и обязательно пригласим к сотрудничеству активных и неравнодушных людей. Ну, ты подготовишь какие-нибудь свои предложения? Да, что-нибудь так, чтобы потом прийти туда, стоять вот так гордо и говорить, а это мое предложение, и все будут мимо проходить, потому что предложение, возможно, будет так себе. Как говорится, поживем, увидим. Но этим утром с нами были Елена Домашевская, директор ОНО «Клуб гражданского образования», и Елена Титова, координатор программы «Ульяновск. Литературный город ЮНЕСКО». Ну, мы пока загадываем желания, перемещаемся на своих диванчиках, а вы продолжайте смотреть наш эфир. Поехали дальше. По традиции, в завершении утреннего эфира поговорим о праздниках этого дня, тем более, что отмечать их можно с большим размахом, ведь впереди целых два дня выходных. Это приятно. День резиновых уточек в ванной. Те, у кого есть горячая вода, уже отметили. Ну, в общем, едем дальше, я не смогу. Всемирный день окружающей среды. Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом. А еще сегодня день эколога в нашей стране и в Казахстане. В Казахстане Азербайджан отмечает День миллиоратора. В США праздники традиционно связаны почему-то с едой. День пончика, пряника и кетчупа. В общем, довольно странное сочетание, но, возможно, стоит попробовать. Да, при всей своей любви к России, ну, вот, знаешь, праздников нам таких американских не хватает. Позитива всем добавит праздник солнечных зайчиков. Это удивительный праздник, потому что в детстве запускание этих зайчиков приносило безумную радость. А сейчас куда-то это улетучилось, почему-то это так не заходит. Да, а если еще и удержать... А, ну, это через стеклышко. Ну, в общем, очень сильно понагревать можно было поверхность этими солнцами. Кстати, ну, это я потом расскажу, ладно. Зато всегда нас радуют цветочные композиции от партнера программы салона «Цветы и штучки». Если вдруг что-то пошло не так и вы пропустили очередной выпуск «Утро с репортером», тогда вам прямая дорога на наш сайт. Тройная.w.reporter73.tv Рассказывайте свои истории и становитесь героями наших программ. Звоните в редакцию по телефону 30 50 73. На этом будем прощаться. Встречали это утро. Вместе с вами Екатерина Терещенко и Владимир Гаврилов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова